В этом году регулярные учения «Региональное сотрудничество» вызвали резкую реакцию Кремля, хотя до этого из года в год он оставлял их без внимания. Кремлевская пропаганда возмущается якобы предательством стран-союзников, а в Министерстве иностранных дел России требуют от партнеров по ОДКБ прекратить контакты с Западом. Исходим из того, что контакты с недружественными Россией странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с нашей страной, противоречить обязательствам в рамках действующих соглашений общих объединений, включая ОДКБ и Евразийский экономический союз, СНГ и Шанхайскую организацию сотрудничества. Иван Нечаев, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ. Такая реакция не случайна. На фоне войны в Украине и агрессивной риторики московских топ-чиновников отношение к России и соседних стран меняется. На примере блока ОДКБ это видно особенно хорошо. Три государства, половина всего альянса участвуют в учениях США в городе с крупнейшей военной базой России в Центральной Азии. Еще одна страна-участница ОДКБ – Армения. Только с начала лета приняла две делегации высокопоставленных чиновников из США. По мнению экспертов, это свидетельствует об ослаблении России и лично Путина. Для стран-участниц ОДКБ стало ясно, что Россия больше не является гарантом безопасности, а скорее источником нестабильности. Мы можем сказать, что Россия потеряла из-за своей военной авантюры в Украине не просто свое влияние в этих странах, но и репутацию своего политического лидера в мире. Особенно в тех странах, где стиль управления можно определить как тяготеющий больше к авторитарным режимам, где персонали и фигуры президента ключевые. Кроме того, США напрямую выделяют грантовую помощь формальным союзникам России. Так, в прошлом месяце Армения получила от Вашингтона 120 миллионов долларов на укрепление экономики и демократии в стране. А Таджикистан получает от штатов помощь в размере более 60 миллионов долларов. Деньги идут на безопасность. Углубление сотрудничества стран Южной и Центральной Азии с Вашингтоном позитивно оценили в Украинском совете нацбезопасности. Проведение этих учений свидетельствует, что США уверенно укрепляют свое положение в ближнем зарубежье России, а проект АДКБ уже полумертв. Тандем США-Таджикистан станет плацдармом для действий США в регионе против России. В подтверждении крепкого партнерства США обязались выделить Таджикистану помощь в размере более 60 миллионов долларов. В перспективе Россия может получить на своих границах новые Украины. Таким образом, исторически близкие к России страны показывают курс на снижение зависимости от политики Путина. Центр противодействия дезинформации при СНБУ Украины. В Телеграм. Еще один фактор разворота центрально-азиатских стран на запад – Талибан. Представители радикального движения регулярно угрожают соседям Афганистана. Поэтому стран региона наращивают взаимодействие с принципиальным противником Талибана – США. И сокращают с Москвой, которая сотрудничает с талибами. Данила Кобза. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканала UA.